Всем привет! Меня зовут Елена и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас такое будет маленькое, надеюсь, не слишком длинное, болтологическое видео. Я бы хотела рассказать свое впечатление о двух сериалах и одном фильме, который я посмотрела на этой неделе, пока были праздники и всякое такое. Я давно планировала подобные видео, потому что я, в принципе, очень много смотрю фильмов и очень много уже посмотрела, и как-то хочется выразить свое мнение по поводу этого всего. Не только в плане, там, картинки, качества или некачества, в плане сюжета, просто, там, поняла ли я фильм или нет, и интересно послушать тоже ваше мнение, если вы смотрели фильм, обсудить это как-то. Я считаю, что вот фильмы, как бы, их снимают с целью донести до человека какой-то смысл, какую-то идею. То есть, посмотрев фильм, человек должен вынести из этого какой-то урок для себя. Совершенно любой фильм, ужастик, комедия, детектив, триллер, неважно, любой фильм несет в себе смысл, который человек должен понять. Если ты смотришь фильм с целью развлечься, то вряд ли ты вообще поймешь, о чем он. В отличие от сериалов, сериалы, на мой взгляд, снимаются чисто для развлечения. И в сериале очень сложно, как бы, даже если ты узреешь какой-то смысл в сериале, очень сложно его поддерживать на протяжении нескольких сезонов этот смысл. Потому что, когда ты вот несколько сезонов смотришь, ты уже смотришь с точки зрения, как бы, переживания за героев, а как же там будут события развиваться. И уже смысл самого сериала теряется. То есть, это уже, как бы, чисто развлечение. Вот. И сегодня я хочу рассказать о двух сериалах. Значит, первый сериал назывался, называется «Отбросы». Я недавно посмотрела пятый сезон заключительный. И, в общем-то, могу теперь вам о нем рассказать. Ну, сериал довольно интересный, я бы так сказала, да. То есть, ну, в общих чертах про подростков со сверхспособностями, которые приобрели их после необычной грозы. В общем-то, первые два сезона, они достаточно интересны. То есть, в них есть сюжетная линия и какое-то развитие событий. В принципе, сюжет он захватывает, он интересный. И хочется узнать, как бы, что там дальше. Но уже третий, ну, третий сезон еще так, более-менее. Там просто меняются герои главные, то один, то другой. Ну, знаете как, контракт закончился, все, надо менять уже героя. Мне это не очень понравилось, что поменялись герои. Ну, такова сюжетная линия. Четвертый, пятый сезон, это уже высосано из пальца. И, честно говоря, пятый сезон я смотрела через силу, просто потому что, ну, надо досмотреть до конца. Я никогда не бросаю ни фильмы, ни сериалы на полпути. Я всегда досматриваю, даже если мне не нравится. В плане, как бы, качества самого фильма, самого сериала, если вы нормально переносите ненормативную лексику, черный юмор и какие-то неадекватные такие шуточки, то вам понравится. Ну, это такой среднестатистический, подростковый, с черным юмором, комедийный сериал с какими-то паранормальными явлениями. Ну, в принципе, просто то, что я сказала, что там подростки с паранормальными способностями или как сверхспособностями, это уже само за себя говорит. В общем-то, если вы хотите просто развлечься, с легкостью провести время непринужденно, в кругу друзей, которые тоже это понимают. Ну, скажем так, что это, наверное, сериал все-таки для людей до 30 лет. После 30 люди не все понимают такой юмор. Так что не могу посоветовать его как хороший сериал, но если вы нормально относитесь к мату и нецензурной лексике, и черному юмору, то вполне можно посмотреть этот сериал в качестве развлечения на несколько выходных. Вот. Если же вы морщите носик, когда слышите какое-то матерное слово или что-то такое неприличное, видите или слышите, и морщите носик, тогда этот сериал точно не для вас. Вот. Если вы смотрели его, пишите в комментарии. Может быть, обсудим этот вопрос, как вам, понравилось или нет. Может быть, хотели посмотреть, может быть, хотите, может быть, уже смотрите, пишите, в общем. Второй сериал называется «Двенадцать обезьян». Я его начинала смотреть где-то год назад, но потом что-то, что-то как-то я не помню почему, в общем, прекратила. И буквально неделю назад, вот на майские праздники, я села и за сутки посмотрела два сезона. Просто потрясающий сериал. Рекомендую, рекомендую всем. Если вы... Кстати, название абсолютно не говорит вообще само за себя. Если вы любите такие, как бы, романтические отношения, плюс путешествия во времени, плюс какой-то закрученный, интересный, вот такой весь заверченный сюжет, это для вас. Я вообще, ну, большая фанатка путешествий во времени и в каких-то параллельных мирах. Я очень много разных фильмов на эту тему пересмотрела, и сериалов в том числе. И это просто потрясающий фильм. Ещё и главные герои такие симпатяшки, из-за которых ты переживаешь. Уже вот в конце мая будет премьера в России третьего сезона. И я прям жду, не дождусь, когда же будет третий сезон. Я так волнуюсь за героев и хочется узнать, что же там дальше. Собственно, вкратце, то есть без спойлеров, вкратце по сюжету, из самого названия, ну, вряд ли будет понятно, но в общих чертах, значит, сюжет таков, что на Земле изобретается некий вирус, который уничтожает человечество. И человек из будущего должен вернуться в прошлое, чтобы уничтожить этот вирус и спасти человечество. В первом сезоне, я могу сказать, что да, действительно, именно этим они там и занимались. В первом сезоне они путешествовали во времени между 1940-ми и 2040-ми годами, ну, там, плюс-минус в этот период времени, то туда, то сюда, пытаясь изменить прошлое, чтобы, как бы, спасти человечество в будущем. Во втором сезоне все, как бы, потеряло вообще какой бы то ни был смысл, потому что, ну, не буду, как бы, получается, спойлер такой все-таки, но не буду лукавить, Землю они спасли, но это не решило проблему. То есть, по сути, сюжет поменял свой смысл. Смысл вируса был уже не актуален, и во втором сезоне, по факту было даже уже неважно, есть там какой-то вирус или нет, и даже неважно было, спасают они Землю, спасают они человечество или нет. Просто интересен сам ход событий, как главные герои путешествуют, что с ними происходит, какие-то приключения, кто на них охотится, кто их пытается убить, или там, что с ними происходит. Естественно, есть и линия, скажем так, любовная, но между главными героями, но не надейтесь, что все быстро развивается. Опять же, спойлер, но просто об этом невозможно не сказать. Если вы видели сериал, тоже пишите в комментариях, интересно обсудить ваше мнение. Первого поцелуя между героями я ждала два сезона. То есть я практически за сутки посмотрела два сезона, чтобы наконец-то это увидеть. Наконец-то увидеть их чувства. Вот, в общем, не буду больше спойлерить, потому что это очень, мне кажется, такие подробности самые интересные. Вот, в общем, я жду третьего сезона и прям вот с нетерпением жду. В третьем сезоне они должны путешествовать в будущее, совсем будущее, то есть из 2040-х они должны путешествовать куда-то дальше. Вот, куда дальше я не могу сказать, потому что в последней серии второго сезона непонятно было, в какое будущее они попали. Вот, и, в общем-то, вроде как планируется еще четвертый сезон, но пока даже неизвестно, когда он появится, будет, как бы сказать, премьера в России, пока даже вообще неизвестно. Вот, и, в общем-то, что могу сказать в общих чертах, то есть если вы любите такой закрученный сюжет, что-то такое, вот какие-то приключения, что-то с романтикой, что-то вот такое вот закрученное, плюс еще путешествия во времени, то советую. Очень такой интересный, очень захватывающий, очень увлекательный, и невозможно оторваться, то есть, как я уже неоднократно сказала, я за сутки посмотрела два сезона, в каждом сезоне 13 серий по 45 минут, я думаю, вы меня понимаете, то есть, каждая серия затягивает, интересно, что же там дальше, невозможно оторваться, поэтому смотришь серию за серией. В общем-то, хороший такой, ну, в меру, есть и смешные моменты, есть и грустные моменты, но такой средний, довольно интересный и увлекательный, в принципе, советую. Если не смотрели, если смотрели, опять же, пишите в комментариях, давайте обсудим, интересно ваше мнение, понравился, не понравился, что вы на этот счет скажете. И последний отчет, последнее такое мнение мое, значит, недавно, буквально пару дней назад я посмотрела фильм «Девушка в поезде». Если видели, если не видели, я оставлю где-нибудь здесь и под видео ссылку на отчет о прочитанной книге «Девушка в поезде». Книга мне понравилась, я об этом говорила и говорила вообще, что именно понравилось, посмотрите, если не видели, пройдите по ссылочке. В плане кино, знаете, вот, если бы я на момент покупки книги понятия не имела, вернее, даже так, когда я покупала книгу, я действительно понятия не имела, что она экранизируется. Уже после того, после того, как я ее купила, где-то в октябре, я узнала, что книгу экранизируют, и когда я, собственно, об этом узнала, я решила, надо сначала прочитать книгу, потом посмотреть фильм. Знаете, если бы я не узнала о том, что книгу экранизируют, я бы не стала этот фильм вообще смотреть. Я не слишком бы много потеряла, если бы его вовсе бы не посмотрела. В принципе, вот как я сказала в начале, все фильмы имеют свой смысл, который человек, посмотрев фильм, должен для себя что-то вынести из этого фильма. Если абстрагироваться от книги, если вы книгу не читали и вообще понятия не имеете, что она существует, вы можете посмотреть фильм, и вам этого будет достаточно. Не обязательно читать книгу. Если вы читали книгу, то я бы не советовала смотреть фильм. Они очень много чего испохабили, и в плане сюжета было очень скучно, и по сути концовку они все как-то переначали. То есть, если помните, по книге я говорила, что по сюжету очень закрученный такой интересный клубок из каких-то интриг, и создается образ, картинка какая-то в голове, и вы думаете, что вот эти вот люди преступники, потом развязка, вы понимаете, что совсем другие люди преступники, и когда вы дочитываете книгу до конца, оказывается, что вообще во всем ошибались, что преступники совсем другие люди. В фильме же, где-то в середине фильма, становится ясно, кто убил. Кто убийца, и дальше смотреть нет смысла. Вот, в общем-то, в плане фильма, фильм мне не понравился, и, в общем-то, если бы, я говорю, что если бы я не читала книгу, вряд ли бы я вообще стала смотреть этот фильм. Он довольно скучный, и, ну не знаю, впечатления он не произвел. В плане, если абстрагироваться от книги, или если вы книгу вообще не читали, фильм хороший. И, если вы книгу не читали, и даже о ней не знаете, посмотрите фильм, вы все поймете. Ну, то есть, как бы, вам не нужно читать книгу. Там, ну, практически все один в один. Но я могу сказать, что книга гораздо интереснее, и как-то она вот написана, ну, как-то не то, что написана лучше, чем фильм. Понятно, что фильм снят по книге, но в книге так все написано, что вы постоянно, как бы, в напряжении, постоянно в неведении находитесь. И когда вам вроде бы кажется, что вы все знаете, вы нифига не знаете. А в фильме вот эту ниточку потеряли, не смогли выдержать вот этот уровень тайны, к сожалению. Фильм мне абсолютно не понравился. Опять же, ну, был скучный. Больше ничего не могу сказать. Фильм мне не понравился. Не советую. Вот. Даже если вы книжку не читали, вы немного потеряете, если его не посмотрите. Вот так вот. А если уже смотрели, то пишите в комментариях, и давайте обсудим этот момент. Интересно послушать ваше мнение, почитать. Может быть, вам понравился фильм, расскажите, чем понравился. Читали ли вы книгу. Вообще, расскажите, что вы смотрели в последнее время. Может быть, что-то можете мне посоветовать в плане каких-то хороших фильмов или сериалов. Мне будет интересно. Может быть, что-то из этого еще ни разу не смотрела, и мне будет интересно посмотреть. Вот. В общем, подписывайтесь, ставьте пальчик, куда хотите, оставляйте комментарии. Увидимся в новых видео, в новых обзорах. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok